Учитывая такое количество фильмов и сериалов, неудивительно, что накопилось немало ошибок во вселенной Стартрека. Но ошибки в этом списке настолько велики, что их сложно, даже невозможно, игнорировать. Телевизионные сериалы всё время представляют второстепенных персонажей без чётких предысторий, и иногда эти персонажи оказываются настолько популярными или полезными, что их не отбрасывают. Это означает, что персонажу нужно придумать больше деталей, и иногда это происходит слишком быстро. Такова история Майлза О'Брайена, который появился в первом эпизоде следующего поколения в качестве безымянного члена экипажа, работающего на транспортере. Согласно фансайту Memory Alpha, звание О'Брайена в разное время составляло член экипажа, лейтенант, Уоррент-офицер, Энсин и младший лейтенант. В конце концов, его звание стабилизировалось на старший главный офицер, но даже это никогда не упоминалось на экране и просто воспринималось всеми как канон. О'Брайен изначально не должен был становиться главным персонажем. Он даже не получил фамилию до второго сезона, и никакой серьезной предыстории не получал до четвертого сезона. Он был просто второстепенным персонажем, и у авторов даже в замыслах не было делать его более значимым, поэтому им пришлось восполнить это позже. И пускай это и имеет смысл с точки зрения материально-технического обеспечения производства телесериалов, научной фантастики необходим определенный уровень достоверности, а показать военную организацию, которая меняет ранг члена команды в случайном порядке, просто непростительно. Подбор производственных ошибок не всегда справедлив. Очевидно, что телевизионные сериалы должны снимать эпизоды по расписанию и по бюджету, и порой ошибки просто приходится включать в конечный продукт. Это особенно верно, когда дело доходит до боевых сцен. Все знают, что двойники-каскадеры выполняют основную часть тяжелой работы, и придираться к таким ошибкам, которые не влияют на сюжет или на игру актеров, кажется нелогичным, особенно в контексте десятилетней франшизы, подобной Стартреку. Но иногда бывают ошибки настолько очевидные и ужасные, что они просто бесят. Конечно, создатели не могли себе позволить переснять сцену боя, которая получилась невеликолепной, но имеет смысл перемонтировать её так, чтобы сгладить углы. В пример возьмем сцену драки между Уильямом Райкером и Контр-Адмиралом Квинном в классическом эпизоде следующего поколения Заговор. В этой печально известной сцене довольно четко видно смену актеров на дублёров на несколько секунд. Как будто два совершенно новых актера были наняты для сцены прямо посреди съемок, с минимальными усилиями по гримировке трюковых профессионалов под актеров, которых они заменяют. В 2009 году перезагрузка Стартрека, подаренная миру Джей Джей Абрамсом, по сути запустила альтернативную вселенную. И пускай это, пожалуй, разумный выбор повествования, в историю необходимо было вплести некоторую научно-фантастическую магию, связанную с черной дырой и путешествиями во времени. Злодей фильма, Ромуланец по имени Нерон, обвиняет Спока и саму Федерацию в разрушении его родной планеты Ромулус. В результате он не остановится, пока не отомстит, даже после того, как его корабль засосала в черную дыру, которая отправляет его назад во времени. Ему почти сразу же удается убить отца капитана Кирка, Джорджа, и затем он вообще ничего не делает в течение нескольких десятилетий, пока сын Джорджа, Джеймс Тибериус Кирк, не вырастет в дерзкого будущего капитана, которого мы все знаем и любим. – Неро и его crew spent the next 25 years waiting for my arrival. Учитывая, что он собирается отомстить в той вселенной, где Ромулус ещё не разрушен, вы можете себе представить, что он мог бы найти лучшее применение для свободного времени. На самом деле зрители задаются вопросом, чем он вообще занимался всё это время. Очевидно, некоторые удаленные сцены показывали, как Нерона захватили клингоны, но мы их так и не увидели. Можно, конечно, расценивать эту информацию как канон при обсуждениях, но факт остается фактом – официальная история вынудила Нерона зависнуть в глубоком космосе на пару десятков лет без целей и действий. Нереально смешно представить, что Новую Зеландию забудут дорисовать на карту мира. Ещё более смешно думать о том, что создатели крупной кинокартины, которая основана на идее, что человечество распространило свою цивилизацию в космос, будут не очень осторожны в выборе карт Земли, используемых для спецэффектов. Но шутки шутками, а факты фактами. В фильме Первый контакт капитан Жан-Люк Пикард приводит персонажа по имени Лили в воздушный шлюз и показывает Землю из космоса. Австралия явно видна, но там, где должна быть Новая Зеландия – просто Синий океан. Очевидно, что кто-то в отделе эффектов подобрал неверную карту для спецэффекта – дичайшие фанаты даже могут объяснить это изменением климата в будущем или каким-то другим бедствием, вот только Новая Зеландия настолько часто упоминается во вселенной Стартрека, что отмазка не работает. Это просто ошибка, которую, однажды увидев, нельзя забыть. И пускай Звездный Путь не прочь попридумывать такие вещи, как кристаллы Дилития или свободную игру с законами физики, он имеет тенденцию к достаточно реалистичным изображениям космических путешествий и жизни на борту массивных кораблей. Никто не смотрит Стартрек с научной позицией, само собой, но он и не позволяет себе быть неаккуратным. Исключение составляет одна сцена в Звездном Пути 2009 года, которая настолько пренебрегла наукой, что даже самый прощающий поклонник должен вздрогнуть и прищуриться. В одной сцене Спок стоит на планете Дельта-Вета, наблюдая, как его родная планета Вулкан поглощается черной дырой. По сути, это то же самое, что если бы вы стояли на Земле, наблюдая за тем, как Марс поглотила черная дыра. Да, вы бы просто увидели, что точка в небе погасла. Вот только в фильме это хитро игнорируется ради красоты. Спок просто не смог бы увидеть без техники то, что мы увидели на экране. Капитан Кристофер Пайк лишь немного менее культовый для фанатов, чем знаменитые капитаны Стартрека – Кирк, Пикард, Сиско и Джейнауэй. Он был первым капитаном USS Enterprise в оригинальном пилоте и вернулся в классическом двухсерийном эпизоде Зверинец в конце первого сезона, а также несколько раз перезагружался как персонаж. В 2009 году при перезагрузке Стартрека Пайк был ветераном-офицером, который вдохновляет Джеймса Ти Кирка вступить в Академию Звездного флота. Эта версия Пайка, сыгранная Брюсом Гринвудом, своего рода идеальный офицер Звездного флота – спокойный, этичный и умный. Так что особенно расстраивает, когда Пайк говорит следующие слова, пытаясь убедить Кирка пойти по героическим стопам своего отца. – Ты понимаешь, что Федерация, да? Это важно. Это правительство и хуманитарное армады. И в чём проблема? В том, что всё это не про Федерацию, это всё про Звёздный флот. Федерация является межпланетным органом управления. Так что да, это как бы разрушает всю теплоту момента и подрывает серьёзность, которую зарабатывал Капитан Пайк на протяжении многих лет. Это заставляет задуматься, как Пайк сдал свои вступительные экзамены, если он не может даже правильно понять основные определения. Стартрек придумал несколько технологий для своей вселенной, технологий, которые потенциально проблематичны. Репликаторы могут создавать практически всё, а Голопалуба может создавать захватывающие иллюзии и персонажей, которых можно даже потрогать. Но самая большая проблема – это транспортер. Было показано, что транспортер способен переписывать ДНК людей в эпизоде следующего поколения «Неестественный отбор». В 1979 году в первом фильме Звёздный путь ужасная авария на транспортере демонстрирует обратную сторону этой возможности. И всё же эти способности можно использовать бесконечным количеством способов, но они больше не упомяются. Возможно, последствия того, что транспортер может сделать с человеческими телами, отговаривали авторов от дальнейшего его изучения. Также вероятно и то, что наличие волшебной машины, способной откатить любого человека до вчерашней версии, было просто слишком мощным, чтобы развивать. В эпизоде оригинального сериала Гатосский Сквайр потусторонний персонаж Трилейн сообщает экипажу Энтерпрайза, что он наблюдал за Землей. Они делают некоторые подсчёты, касающиеся расстояния между планетами и приходят к выводу, что Трилейн отстаёт от истории Земли примерно на 900 лет. Другими словами, поскольку свету требуется время для путешествия, Трилейн, по сути, видит прошлое Земли. Это всё хорошо, но оригинальный сериал по канону разворачивается в 23 веке, а конкретно первый его сезон – в 2265 году. Это означало бы, что Трилейн наблюдает за Землей 14 века, однако же он знает о Наполеоне и Американской революции, поэтому он должен наблюдать за началом 1800-х годов. Таким образом, либо офицеры Звёздного флота не умеют считать, либо не умеют делать физические расчёты, либо просто не знают историю Земли. Гнев Хана спас кинофраншизу Звёздный путь после того, как первый фильм не особо порадовал зрителей. Продолжая классический эпизод оригинального сериала Космическое семя, фильм показал волнующую историю, рассказывающую о Средневековье для экипажа, и подарил нам культовую предысторию Капитана Кирка. Кроме того, у Рикардо Монтальбана были просто превосходные кадры. Но в нём также была ошибка, которую лучше просто проигнорировать, чтобы не тратить эмоции. Когда Павел Чехов встречается с Ханом Нуньином Сингхом на сете Альфа-5, Хан и Чехов, очевидно, узнают друг друга по раннему взаимодействию Энтерпрайза с ним. Но проблема в том, что Чехов даже не был персонажем сериала на тот момент, когда вышел эпизод Космическое семя, и поэтому не мог встречать Хана на экране. И пускай можно было бы представить, что Чехов был членом экипажа и взаимодействовал с Ханом за кадром, если хотите, но на самом деле это просто ошибка, которую авторы либо не заметили, либо решили игнорировать для драматического эффекта. Джин Роденбери – один из самых знаковых голосов будущего. Именно он озвучивал компьютер корабля, который может общаться с экипажем. Одна из причин, по которой компьютер на Энтерпрайзе стал такой знаковой частью сериала, заключается в озвучке Маджел Роденбери, жены Джина Роденбери, которая десятилетиями дарила свой голос сериалу. Её голосовая работа была фантастической. Ей удалось придать компьютеру индивидуальность и при этом всё ещё звучать компьютерно. Тем не менее, была одна огромная проблема с голосом компьютера, особенно в следующем поколении. Иногда монтажёры забывали редактировать её голос, и было слышно, как она совершала добор воздуха для фразы, чего компьютер делать как бы не должен. Например, в одной из сцен пилотного эпизода, Звёздный путь Voyager, лейтенант Том Перри спросит репликатор сделать ему томатный суп, который тот не может воспроизвести, и отчётливо можно услышать, как компьютер дышит, пробегая по меню. – Варьетность томатного супа доступа в этом репликаторе. С рецептами, с вегетами, с бомбой. Нынешняя принятая модель вселенной устанавливает скорость света в качестве верхнего предела путешествий. Само собой, научной фантастики, такой как Star Trek, можно говорить про новые физические законы, потому что никто не хочет, чтобы Enterprise потратил 60 лет только на то, чтобы добраться до своей первой же миссии. Так что они придумали варп-скорость. И пускай варп-скорость никогда точно не измерялась, ученый Джеймс О'Донахью сделал некоторые расчеты и пришел к выводу, что варп-1 – это, по сути, скорость цвета, а варп-2 и выше – быстрее, так или иначе. Это всё хорошо, но настоящая проблема в деталях. Например, если Enterprise преследует другой корабль, и тот корабль выйдет из варпа всего на одну секунду раньше, Enterprise внезапно окажется на расстоянии десятков тысяч километров от него. Всего одна секунда времени в варпе означает огромные расстояния, что не делает захватывающей космическую битву. Одним из удовольствий Star Trek является его вдумчивое исследование научно-фантастических путей, и андроиды являются одним из самых успешных подобных дополнений. Data позволил франшизе исследовать вопросы чувствительности, свободы воли, духовности и интеллекта неожиданными способами, при этом допуская множество не самых лучших шуток про роботов. Тем не менее, одна из худших ошибок авторов следующего поколения заключалась в том, что Data как андроид не может использовать сокращение из-за ограничений программирования. Причем они ждали 12 эпизодов, чтобы рассказать об этом в эпизоде Знания. С одной стороны, это придало Дейте немного смещенную формальность, что подчеркивало его бесчеловечность. А с другой стороны, согласно Уиллу Уиттону, это была новая идея, предложенная авторами для того, чтобы отличить Дейту от Лора, другого андроида, который выглядел точно так же, как и Data. Актёр Брэнд Спайнер, судя по всему, был расстроен из-за неаккуратного способа его представления, тем более, что в предыдущих эпизодах Data использовал сокращение. Позже в сериале авторы отказались от идеи, что Data не может использовать сокращение, и, конечно, существует множество возможных объяснений, но на раннем этапе это была очевидная и серьезная ошибка, рожденная изящной концепцией, которой никто по-настоящему не был привержен. Посмотрите новые видео на нашем канале, к тому же скоро выйдут и другие ролики про Звездный путь, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!